Срубить нельзя, оставить. Где поставить запятую, когда речь идет о зеленых насаждениях в черте мегаполиса? Жители Дзержинского района обеспокоены судьбой березовой рощи. Постоянные посетители обратили внимание на масштабную вырубку деревьев и забили тревогу. Что происходит в парке, который разбили еще в 1963 году? Александр Ширудила побывал на месте рубки. Все это преподносится как санитарная рубка, но реально это больше похоже на уничтожение папы как такового. Потому что рубится вообще все подряд. И хорошие деревья. И даже я бы сказал, что в большей части хорошие деревья. Жители соседствующего с березовой рощей ЖК не понимают, что происходит. Деревья вырубают целыми группами. Рябины, черемах и, конечно, березы. Обеспокоенные судьбой любимого места для прогулок, горожане создали группу в социальных сетях. За сутки набрали больше 200 единомышленников. Мы предполагаем, что возможно, что в результате сноса деревьев данные земельные участки будут, возможно, как повторяюсь, отданы под застройку какой-то коммерческой недвижимости. Но даже если перезонирование парку не грозит, то масштабную потерю деревьев жители принять не могут. Вырубка в березовой роще идет с 2020-го. И, по словам горожан, адекватной замены с пиленым растениям нет до сих пор. Чуть-чуть как вот, называется что, саженец. Меняются вот на такие прутики. Прижимаемость этих прутиков, дай бог, чтобы процентов 30. После того, как умирают, понятно, что эти саженцы умирают, ничего взамен не делается. Они не заменяются. То есть, как посадили их, они не поливаются, ничего не ухаживаются. Чтобы получить ответы на свои вопросы, жители пригласили на встречу представителей дирекции городских парков. Специалисты уверяют, березовая роща, основанная еще в 1963-м, полна старыми и больными деревьями, от которых необходимо избавляться. Наличие более трети сухих ветвей в кроне, первое. Второе, наличие дупел в большом количестве. Третье, наличие морозобойных трещин. Четвертое, наличие развилок, которые тоже приводят. И, соответственно, гребни, которые формируются внутри, они как раз свидетельствуют о том, что начинается процесс гниения. Наклон ствола 45 градусов и более. Это считается аварийным, поэтому такие деревья, конечно же, нужно удалять. Проблема в том, что прежде чем высаживать новые растения, нужно избавиться от аварийных, чтобы, например, упавшая старая береза не повредила саженцы. Есть и еще одна загвоздка. Точного плана необходимых посадок в березовой роще пока не существует. У нас за это лето. Мы сейчас чистим территории, разрабатываем карты, где какие деревья по типам здесь нужно высадить. У нас это все в процессе. Мы не так давно, как дирекция, существуем. Отдел озеленения у нас всего второй год. Мы не можем, к сожалению, все сразу охватить. Отдельное беспокойство вызывает судьба белок. Специалисты уверяют, грызуны от вырубки не пострадают. Для них размещают специальные домики на здоровых деревьях. Таких бельчатников в роще уже 12. Планируют высадить новые виды берез и других растений, для того, чтобы повысить устойчивость парка перед болезнями. Тем не менее, в дирекции признаются, пока финансы на полноценную реконструкцию не предусмотрены. И когда горожане вновь смогут увидеть зеленые кроны над головой, неизвестно. Александр Ширудила, Андрей Дулепов. Новости ОТС.